Человек с малых лет стремится к знаниям. Они нужны для того, чтобы он развивался, расширил свой кругозор, учился думать и рассуждать. Первым этапом на этом большом пути становится школа. Перечень предлагаемых дисциплин достаточно велик, и не каждый ученик может быстро усвоить эти знания. Либо ребенок увлечен какой-то конкретной темой и хочет узнать ее шире. И в том и в другом случае родители прибегают к помощи репетиторов. Репетиторство – это консультативные услуги по отдельным учебным предметам, учебным дисциплинам, образовательным областям, темам, в том числе помощь в подготовке к централизованному тестированию. То есть задачей репетитора является оказание помощи лучше разобраться в изучаемом предмете, но не обучить новой дисциплине. Для того, чтобы оказывать такую услугу легально в соответствии с нормами налогового кодекса, регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя не нужно. Однако в налоговые органы по месту жительства все же стоит обратиться и выполнить несколько важных опций. Для того, чтобы начать оказание услуг репетитора до начала осуществления деятельности, необходимо в налоговый орган по месту жительства представить уведомление с указанием предполагаемых видов деятельности, места и периода осуществления деятельности. Уплатить единый налог, исчисленный налоговым органом на основании представленного уведомления. Ставка единого налога для физических лиц, оказывающих услуги репетитора в городе Бресте, установлена в размере 27 рублей 2 копеек в месяц. При этом в соответствии с решением Брестского областного совета депутатов от 18 мая 2020 года номер 173, ставки единого налога для физических лиц, применяемые во втором и третьем квартале 2020 года, уменьшены в два раза. Данное уменьшение распространяется и на физических лиц, которые применяют льготы в соответствии со статьей 340 Налогового кодекса Республики Беларусь. Еще один бонус такой формы занятости – вести дополнительную бухгалтерию, приобретать книги, замечания и предложения – не нужно. И здесь стоит отметить – репетиторство не подразумевает других услуг. Для того, чтобы обучать учеников новым знанием, необходимо регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, так как такая деятельность подпадает под понятие обучения и к репетиторству не относится. Также к репетиторству не относится оказание помощи в подготовке курсовых и дипломных работ. При осуществлении такой деятельности регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя необходимо.